ожог анатолий вассерман вот для чего человек в госдуме может быть для чего но так для того что ну цель какая должна для того чтобы в нашем государстве жизнь как-то улучшилась он попытался внести свою дозу придурью с этим тем что не захоронить наличные деньги у себя дома тут ну это как это что творится в голове у человека это создать фактор социальной напряженности но допустим все сейчас там часть машин там больше миллиона стоит до 2 миллиона 3 миллиона не такие уж там какие-то великие машины автомобили до лада обычно стоит сейчас миллион с копейками человек и были допустим продал он один объект другой ли там люди занимающиеся например каким-то небольшим антиквариатом тоже обращение в тех суммах и что надо теперь думать о каких-то отношениях с налоговой из-за того что какой-то оброшенный псевдоинтеллектуал попал в госдуму и придумал суету он не придумал как облегчить людям жизнь он придумал как ее ухудшить этот вы выпустили из пещеры вассермана он добрался в госдуму и начал плескать проблемами в головы остальных людей да даже думать об этом время тратить просто сам саму попадание этого вопроса в повестку это уже деструктивное влияние вассермана на нашу политику спрятать этого пострадавшего от образования человека подальше здесь мы приходим к вопросу демократии имеет ли право индивидуум выражать свою точку зрения гипотетическим имеет делать это публично тоже имеет через какие-то средства массовой информации тоже имеет тут вопрос 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 в демократичности этого всего процесса власть народа он имеет право на свое мнение но он имеет право получить по морде за свое мнение вот ты высказываешь мнение имей право держать удар что тебе дадут по морде эти надо давать за некоторое мнение по морде мы сейчас ушли в такую удаление власти от народа в сторону центральных органов власти она не на всей земле это случилось но в тех государствах которые имеют централизацию который как бы демократическом векторе идут вот 53 год 56 год 55 вот эти документальные фильмы про индию как сельское население сажает на кол супостата какого-то в деревне вывели его за деревню воткнули срубили этот бамбук воткнули посадили посмотрели на него и разошлись вот там остался такой на бамбуке сидит это это еще сто лет не прошло то там прошлый век да так это продолжается сейчас там это естественно занять это процесс на местах власть народа на местах сейчас мы такие живем в обществе которое вроде как а мои права я такой я такая мы все такие он такой она не такая но дети не подрались школе уже это уже стерильно идет ему кажется что можно сказать что угодно может пройти там в храм в церковь на гаде там не знаю чего угодно там голом подскакать по пожечь бумаги какие-то по содомировать любым способом и он считает что это ему можно но есть набор законодательный в том числе набор действий за рамки которых как бы выходить не надо это нарушение в ряде случаев закона в ряде случаев это не нарушение закона и вот был большой лепет когда казаки там ногайками каких-то дуралеев отшлепали где-то да и демократическая общественность бунтовалась там а как нехорошо в принципе дебилов надо и собственно и как бы воспитывать носка скотина которая встать день слушается чего-то вот выгоняют утром коров до корова пошла вместо пастбища в полисадник соседу да и дают по жопе там но это воздействие оно доходчивое не понимаю да у нас были телесные наказания в россии да они заменяли какую-то уголовщину так если вы живете в рамках да в социальных вы законопослушные то вы в рамках закона и ожидайте ответную реакцию если вы выходите за рамки выходите за закон имейте ввиду что вот вы нарушили закон в отношении вас тоже могут нарушить закон и понести суровое наказание за то что люди нарушили закон вот вы нарушили какие-то устои моральные да вам дали по морде человек который был вам по морде он готов был понести наказание перед законом да вот сейчас допустим порошенко нарушил нормы до религиозная но вполне себе так полторы сотни человек по россии готова отдать жизнь что порошенко допустим просто забить палкой да убить насмерть и понести за это наказание зеленского тоже сама и понести за этого наказание но это как когда есть наказание вы понимаете что мы есть люди перестают лютовать они понижают градус лютости в своих деяниях деяния зеленского привело тысячам к многим тысячам жертв ну вот есть вот эта вот группа людей которые непосредственно виновники в этих событиях эти люди ну как вот после войны там показывали украину до предателей всех этих и показывали казнь как их вешали в одном месте собрали люди видели как вот собрали вешали так вот вполне себе объем мероприятий ребята из-за действий которого много тысяч человек погибли да вот из этого обмана из этого жуткого всего из этой пропаганды обездоленных потерявших жилье и так далее они все эти люди должны понести наказание или нет должны их надо с этим со всем определяться разные способы существуют да есть государственный способ весь негосударственные способы но с этим надо проводить работу бурматов человек который занимается у нас проблемами с животными но что такое вот у него постоянно он отчитывается поводу там чуть ли не каждого происшествия что он сделал то он сделал это такие-то законопроекты к тому-то обратился и так далее мизулина вот которая но занимается интернет безопасностью вот этой пропаганда и так далее то есть она тоже постоянно на связи с людьми она какие-то там канала свои видео ну то есть она тоже постоянно отчитывается есть еще там 300 человек в думе которые но сидят что-то там придумывать что-то делают но по сути а их деятельности ничего не слышно не видно вот нужно ли обязать депутатов поступать точно так же как тот же бурматов лимизу не все это смогут делать не все эти будут заниматься она построю психики не всем и полезно тоже вот у нас в период длительный до когда мы обязали педагога школе отчитываться они бедные строчат эти бумажки эти отчеты строчат и строчат когда они строчат отчеты они меньше занимаются непосредственно своей профессиональной деятельностью преподаванием то же самое касается медицины во многом когда это все с одной стороны мы увеличили отчетность мы увеличили бюрократию когда мы это все увеличили пациент приходит доктору доктор садится и пишет на своем докторском языке записки которые в принципе то никому и не нужны то можно ли регламентировать бактерии в пищеварительном тракте и нужно ли это делать я бы это все очень с осторожностью к этому главное не навреди дураки за справедливость любые инициативы блин это все опасно вот как васерман вот это вот отчетность позволила бы ну по сути обычным людям определять статус того депутата на типа полезные вещи он говорит не полезные тогда но это все такая оторванная вещь большинство или мажь для радиальной большинство избирателей приходят и первый раз этих вот кто эти олени за которых я голосую да тут большинство в негаду именно по этому фактору проходят и всякие волочку о волочку я бы знаю так я за нее проголосуем вот так так оно происходит у оксана пушкина да я за него проголосую что это аморальная тетка это уже никто на в телевизоре делала хорошее ну это так происходит никто читать не будет для чего нужно для того чтобы предлагаю вот есть деятельность под поддержать она есть созидательная есть имитирующая вот предлагаю про созидательную деятельность думать чтобы больше было создано как готового продукта поддержать на она по необходимости а это имитирующая деятельность она чего имитирует продукта никакого в результате нет ну кто-то больше бумажек написал кто-то слов кто-то выступил больше чтобы Это регламентировать, я считаю, что нужна бюджетная ставка, ограниченный бюджетный процент, такое-то количество денег и не больше выделяется на финансирование всей этой настройки. И дальше уже не пусть там друг друга режут, ты эффективный, ты неэффективный, ты ничего не производишь, мы вот против тебя. Мансийский автономный округ. Губернатор Наталья Комарова хочет выделить на свое содержание 20 миллионов в год. В эту сумму включены оклад, премии, суточные премии в командировках и другие траты. Ну я считаю, просто уже успокоиться, спустить на всех регламент финансирования, есть же у нас по госслужащим, по подразделениям регламент финансирования, кто сколько получает. И всем самостоятельным округам тоже этот регламент спустить. И опять же в рамках фиксированной доли, чтобы уже все вместе, если тебе из наших общих 12% тебе отдать 40%, то нам, ну что остальным жить, чтобы они там уже друг друга подшевеливали. Так они, получается, тянуты из некого абстрактного бюджета, который размывается на все направления. А тут, когда будут конкретно статьи расходов, учтенные из общего котла, их надо как-то разрезать. Ну тут опять же, как резать у начальства? Нет, тут вектор нужен сверху. Просто жесткий регламент. Ребята, вот такие у вас зарплаты. И фокусы ваши на этом кончаются. Как это так настроить? Где люди, слабые люди не в состоянии определить, сколько же им надо денег, надо им помогать. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но, 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 но дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Иркат Юшек, телеканал Научния трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok